Всем привет! Ну что, у нас идут обострения на Донбассе и в это же время Россия проводит встречи с Францией и Германией без Украины. Сейчас поговорим с вами об этом подробнее, а вы, друзья, не забывайте подписываться на канал, у нас уже 260 тысяч. Спасибо всем вам за то, что вы смотрите меня и вы получаете самую свежую, самую оперативную информацию. Вот так две недели назад я, побывав на Донбассе, был там в 14 километрах от Донецкого аэропорта, общался с нашими военными и рассказали они мне, а я вам о том, что Россия подтягивает активность силы к границе с Украиной и на Донбассе и рядом. И вот вчера Хамчак подтвердил, это Хамчак, глава генерального штаба, командующий Збройных сил Украины, он подтвердил эту информацию, рассказав о том, что Россия сосредоточила 28 батальона тактических групп на границе с Украиной и в любой момент может подтянуть еще 25. Наше командование ожидает, что это в скором времени произойдет. В Крыму сосредоточено более 30 тысяч российских военных. Вспомним все эти истерики о том, что нет воды, не хватает воды в Крыму, вот как мы с вами говорили правильно, для кого ее не хватает. Так что и здесь мы были абсолютно правы. И в это же время, вы знаете прекрасно, что несколько дней назад было убито четверо украинских военнослужащих в районе Шумов. И вот 4, друзья, 4 человека. Мы соболезнования родным и близким украинских военнослужащих, настоящих наших героев. И Россия в этой ситуации навязывает Европе свой подход. Вот вчера прошла видеоконференция Путина с Меркелем Макроном без Украины. Там говорилось о Донбассе, что подтвердили все участники, в том числе. И Украины там не было. Это очень плохая история. И это то, что вот 5 лет с 14 по 19 мы добивали, что ни слова об Украине без Украины. А тут мы видим, что к сожалению это произошло. Путин пытается вплести Донбасс в канву общих спектра и всего пучка взаимоотношений между Европой и Россией. И это тоже плохо. То есть это он все пытается туда разменять. Да, по итогам этой встречи там Путин сказал о том, ну российская сторона сообщила о том, что они все по-прежнему настаивают на прямых переговорах Украины с так называемыми ЛДНР. И о том, что Россия там ни при чем, что Украина виновна в эскалации конфликта. Ну в общем весь свой нарратив они продвинули. Да, там есть французская сторона сказала, что это Россия несет ответственность. Немецкая сторона тоже самое. За это им спасибо. Но сам факт того, что такой контакт произошел без Украины, он конечно о многом говорит. И Россия активно, вот агрессивно ведет себя и на Донбассе, и в информационном поле, и на дипломатической площадке, навязывая свою линию. Песков в своем интервью сказал, что при Зеленском минский процесс и нормандский процесс не двигаются. Что Украина говорит о том, что минский процесс мертв. В общем вот такой вот результат, да, достаточно просто прекратить стрелять и заглянуть в глаза Путину. Ничего из этого не сработало абсолютно. И это нужно признать. И нужно уже делать выводы, о которых вчера говорил, например, Порошенко с трибуны Верховной Рады. Выступая о том, что необходимо вернуть наши контрснайперские группы на линию разведения. Необходимо вернуться на свои позиции, с которых мы отступали, непонятно зачем, при Зеленском. Необходимо возобновить работу наших контрбатарейных установок, дронов, артиллерии. В общем, нужно наращивать там свое присутствие и переходить к более жестким формам действия. Однозначно, это должно быть реакцией Украины. Иначе мы будем просто терять там украинских солдат. И солдат, и офицеров, мирных жителей. И это, конечно же, абсолютная беда наша, с которой мы все с вами живем. Нам необходимо быть агрессивными в отстаивании своей повестки. Вот эта вот выжидательная позиция, которую заняли на Банковой в последнее время по Донбассу. Вот она и привела к тому, что Россия теперь сама уже напрямую выходит на Париж, Берлин и говорит про Донбасс. Ну так, чтобы Украина здесь вообще как бы ни при чем. Так быть не может. Зеленский должен сделать свои выводы. Все его эти, просто прекратить стрелять, заглянуть в глаза Путину закончились ничем. В глазах Путина только смерть. Смерть для украинцев, это надо понять и соответствующим образом реагировать. Друзья, а мы держим с вами строй и все будет Украина.